Одесский аэропорт принял первых паломников хасидов, которые приехали на празднование еврейского нового года в Умане. Новый терминал собирается принять около 30 чартерных рейсов из Израиля. За три дня Одессу планируют посетить более 4000 паломников. По прилету хасиды направились в Умань на могилу еврейского духовного лидера и праведника Равина Нахмана. Там израильские туристы останутся до окончания праздника. Мы находимся в Умане, Раби Нахман. Раби. Он был убран здесь. За долгое время мы приехали здесь каждый год. Мы получили какое-то стихотворение здесь. Мы делаем Роша Шана. Это наш праздник. Наш праздник, да. Мы пытаемся посетить всю страну с счастьем. Я беру хасиды в Умань. Я стою в Умань с праздником. Я съеду и сплю с многими друзьями из Израиля. И после Роша Шана я вернусь. И сколько времени вы будете в Умань? Пять дней. Встречал Одесский аэропорт паломников с особым вниманием, обеспечив им безопасность и транспорт для дальнейшей поездки. Для встречи специально подготовили новый терминал. Аэропорт предпринял повышенные меры безопасности. Мы усилили нашу службу авиационной безопасности. И во взаимодействии с израильской службой безопасности организовали ряд мер. Ежегодно тысячи паломников съезжаются в Умань, оставляя там немалые деньги и горы мусора. Сами туристы говорят, что постараются не загрязнять город. Однако с таким количеством паломников это неизбежно. Мы знаем, что многие люди живут и не любят, и многие люди имеют много грязи после вашей праздник. Мы живем после вашей праздник? Да. Мы можем увидеть что-то такое. Я понимаю, что это. И я понимаю, где это пришло. Но мы должны понимать, что когда мы имеем 100 тысяч людей, которые приходят сюда, это очень сложно принимать контроль на всех. Продолжение следует...